Музыка У эфиры программа «Объективно», о которой мы вкусируем объективно нашей телекамеры. На актуальной проблеме спробуем объективно у ее разобраться. Третий год у Витебской области реализуется программа развития малих населенных пунктов. Основное им это – зарабить житё же хоров посёлков больше комфортным, провести у парадок инфраструктуру и обновить объекты социальной сферы. Что уже сделано в области подчас реализации программы, какие населенные пункты у ее включены сё лета и как она будет житовляться надалей? Паспробуем разобраться объективно. У Витебской области наличиваются десятки довольно буйных мясточков, размещенных у малявничих мясцинок со славной и богатой историей, уластной отметностью. Капнадад таким населенным пунктам новый импульс для развития, у в области и была распроцована специальная программа. Программа была принята по поручению главы государства, который поставил нам задачу каждый год приводить так вот в порядок два населенных пункта. В основном это, конечно, бывшие районные центры, которые сегодня превратились в небольшие посёлки, где-то через население от 900 до 1500. За это время мы уже работали в таких населенных пунктах, как Богушевск, Езерище, Бегомоль. Ну вот в этом году мы работаем над Оболью и работаем над Видзами. Хочу сразу подчеркнуть, что эта программа не просто мы на 2020 год, допустим, определили, что мы работаем с Видзами, но эта программа заканчивается. Абсолютно нет. Если мы в прошлом году работали над Богушевском, много было сделано, то и в этом году мы продолжаем опять же там работу. На последней сессии было принято решение, было выделено дополнительно 360 тысяч. Сегодня там идёт асфальтирование центральных улиц. Точно так же, допустим, мы по Оболе, у нас рассчитано, мы сегодня работаем над кровлей детского садика. По Езерище, которые входили в программу ещё три года тому назад, продолжаем работать над начинкой нашей школы. Поэтому здесь, в принципе, она такая программа живая, хоть мы на определённый какой-то год и определяем какие-то населённые пункты, но продолжаем работать в них и дальше. А какие-то населённые пункты, наоборот, если, допустим, населённый пункт Освей у нас будет только на следующий год, мы начали подготовку уже в этом году. Работа ведётся сегодня и по учреждениям культуры, и по учреждениям образования. И приступили там сегодня, в принципе, уже проектируем работы и по дальнейшему асфальтированию улиц. Для кожного местечка, что трапляет программу, распрацовывается индивидуальный план переутворения, який необходимо реализовать в первую чергу. У залежности от масштаба работ предуглеживаются и объёмы финансования. Суммы, конечно, самые различные ведутся, и каждый год мы эту сумму отрабатываем. Где-то на следующий год, значит, где-то больше. Если, вот я уже сказал, на Видзе у нас в этом году из областного бюджета было предусмотрено 1 миллион 150 тысяч белорусских рублей. Кроме этого, из республиканского фонда мы уже освоили 475 тысяч рублей на улучшение покрытия асфальта бетонного от улицы Ленина до пропускного пункта Видзе. Используются деньги, конечно, и местного бюджета, в том числе и на учреждения культуры, образования, здравоохранения. Каждый год, в принципе, сумма меняется. Смотрим в зависимости от того, насколько она необходима на том или ином объекте. Но ещё раз хочу подчеркнуть, и самая основная задача, которая ставилась руководством области, в первую очередь губернаторам, что, начиная эту работу, мы не должны останавливаться. То есть каждый год мы не уходим из этих населённых пунктов, мы продолжаем развитие по какому-то конкретному точному направлению. Всё лето в программу включены городские посёлки область Шумилинского и Видзе Брасловского районов. У Видзах проживают амаль полторы тысячи человек. Гэта приграничная побач с Литвой – мясточка с пригожими историческими будинками, размещенное у озёрным краем. Згодно с программой разведца, только из областного бюджету посёлку выдаткованы 1 миллион 150 тысяч белорусских рублёв. Здесь задействованы все организации не только нашего сельсовета, но и района. Это и Куб ЖКХ, Браслов коммунальник, и ДУ-33, это поставская филиал, и ДРСУ наша, и организации самого городского посёлка, все организации. На данный момент проведена основная масса работ уже. По дорогам все транзитные участки улицы городского посёлка приведены в надлежащее состояние и близятся к своему завершению. Тротуары, бордюры, озеленение островков зелёных происходит. Ну и где-то частично заканчивается асфальтирование пешеходных дорожек и тротуаров по транзитным участкам. Куб ЖКХ заканчивает текущие ремонты дома по улице Советской 4, в программе 4 таких дома. На данный момент к трём домам уже приступили они к работе. Также выделена огромная сумма денег на капитальный ремонт дома по улице Брасловская, 28, который пройдёт осенью этого года. Колледж закончил капитальный ремонт административно-спортивного комплекса, и по внебюджетке проведены работы по благоустройству учебных корпусов и территории колледжа. Близится к завершению работы по текущему ремонту учреждений образования Яслисад, садик по 75 тысяч было выделено и 100 тысяч на текущий ремонт зданий начальных классов учреждений образования средней школы нашей. Также не остаётся без внимания благоустройство самой территории городского посёлка Видзе. Здесь задействованы бюджетные деньги сельсовета. В этом году мы продали два участка на сумму около 18 тысяч рублей, которые тоже пойдут в дальнейшем на благоустройство. Начато оборудование, место отдыха на площадке по улице Ленина на выезде на поставы, центральная площадь благоустраивается. Также в этом году мы удалили очень много по городскому посёлку аварийных деревьев. Закончено благоустройство, переоборудование, демонтаж, установка, замена контейнеров. Девять штук контейнерных площадок современных у нас. Что есть проблемы, не все умеют раздельно собирать мусор. Допустим, даже я сама подходила, спрашивала, как это всё правильно делать. Но это, я думаю, в ближайшие дни и мы научимся. Потому что, ну, вот только начали в конце июня устанавливаться этот раздельный сбор мусора. А так, конечно же, это очень перспективно и это очень хорошо. Впереди у нас ещё обустройство колодцев по городскому посёлку 20 штук. Ну, вот частично мы их благоустроим в этом году. Значная частка финансования по программе развития ВИДЗОВ выдаткована на модернизацию школы и детячих садков. На территории ВИДЗОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ проводится текущий ремонт здания начальных классов. Текущий ремонт проводит наша Брасловская ПМК строительная. И где-то к 15 июля она будет готова, это здание. Также в нашем городском посёлке находится ещё Ясли сад и детский сад. В этих детском саду и Ясли сада тоже проводятся текущие ремонты на каждое учреждение. На сад 75 тысяч выделено денег, и на Ясли сад тоже 75 тысяч выделено денег. И 100 тысяч денег выделено на ремонт здания начальной школы ВИДЗОВСКОЙ. У невеликих ВИДЗОВСКОЙ ДВЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УСТАНОВЫ ЭДУКАЦИИ, у якея проводят детей не только с посёлка, а из новокольных вёсок. Правда, зараз у дошколят каникулы, по кольке у садиках разгорнулись и масштабные ремонтные работы. Своих 26 выхованцев у супрацовники ВИДЗОВСКОЙ ХЯСЛИУСАДА плануют снова сустрыть у середины липеня. А по коль тут кипит работа. Ремонт помещений, пищеблока, санузлов, ну и благоустройство территории. Текущий ремонт, замена полов, покраска стен, замена сантехники. Полностью меняется пищеблок, там оборудование, и пол стены выкладываются плиткой. Ремонт здесь был последний раз лет 13 назад. И как бы, ну, соответственно, всё изнашивается. Мы очень рады, и нам очень попалась хорошая бригада работников, которые быстро, качественно, профессионалы таки своего дела хорошо нам делают ремонт. Всё преобразилось, мы даже некоторые помещения не узнаём. На время ремонта мы договорились с родителями, пока они дома. Ну, вот уже где-то недельки-три дома. Ждут, не дождутся, когда и откроется новый обновленный вид яслей наших. У ВИДЗАХЁСЯ СЩЕДНА НАВЫЧАЛЬНА УСТАНОВА Державный профессийно-техничный колледж, и керухтуя кадры для сельской, лесной господарок и системы громадского харчаванья. Тут отрымливают профессию каля трёхсот навученцев с новокольных районов. Эта установа адукации уносит свой значный уклад и удобра упорядкованья посёлка. На сегодняшний день мы завершаем один из больших проектов. Это завершение модернизации пристройки спортивного зала нашего в административно-спортивном корпусе. Это цена вопроса 119 тысяч рублей. Немножко там есть и удешевление. Эти средства пойдут на другие объекты. Практически эти деньги все уже реализованы, и уже главный административно-спортивный корпус имеет своё собственное лицо. И, наверное, в два раза больше мы вложили своих собственных средств в общее благоустройство городского пощёлка, не только своих территорий. Территория колледжа в городском посёлке Видзе на сегодняшний день занимает площадь более 10 гектар. У нас 30 зданий. Только для посёлка мы должны положить в момент реализации программы более 1300 квадратных метров плитки собственного производства. Это наш вклад в общую копилку по благоустройству и возрождению малых городов нашей республики. Чтобы наш дом был красивше, ярче, было комфортно не только жить, но и встречать гостей. Потому что мы являемся ездными воротами в Республику Беларусь со стороны Евросоюза, так как до границы у нас тут рукой подать. А что думают выпадковые имена Кипра, первоутворения, которые на их вочах отбываются у Видзах? Я здесь и выросла, и живу, и работаю. Дети выросли. Благоустройство началось, видз, красивее стали Видзе. Вроде уже как-то всё у нас превразилось. У нас вообще очень хорошая председатель сельского совета. Её все очень уважают. И вот что я могу вам сказать. Очень много, конечно, сделано у нас уже Видзе. Вроде бы всё делается там такого. Ну, лучше бы, конечно, дальше немножко деревни. Мне всё нравится, что сделано. Всё, и красота у нас, чистота, порядок. Ну, как, конечно же, мне это нравится. Тем более я работаю культуры, работаю в местной библиотеке в центре, участвую всегда в общественной жизни, можно сказать, в посёлке. Поэтому, конечно, мне это всё нравится. Ярко, нарядно. Ну, благоустройство – это всегда хорошо. Не хватает того, чего не хватает всем маленьким городам. Рабочих мест, и рабочих мест именно для молодёжи. А так, где родился, там и пригодился, как говорится. Наш маленький посёлочек, и когда вот он цветёт и преображается, конечно, нам это, нам это, как бальзам на душу. Красиво всё. То есть сделали асфальт улицы. Ну, везде красят всё, везде центр. У нас очень красиво в центре. Помогают, конечно, многие люди деревья садить. Я помогала на озере делать домики для загара, где отдыхают люди. То есть меня не просили, я сама. Это всё для нас. На протяжении уже, наверное, десятилетий у нас не было такого масштабного благоустройства. И, конечно же, каждую копеечку мы заинтересованы в том, чтобы сложить с пользой. Потому что это всё-таки для нас. Для нас, для коренных жителей, для жителей, посетителей нашего городского посёлка. И чтобы мы не останавливались, это стимул для того, чтобы мы росли. Продавали участки, вкладывали в благоустройство. Я думаю, что только лучше от этого нам будет. Областная программа разведения малых населенных пунктов – это не просто доброупорадкование городковых местечек. У первую очередь она накеревана на створение привабных умов для приходу инвесторов, в особенности бизнес-идей, створение працовных мест. Если мы говорим о пунктах, в которых мы сегодня работаем, в последнее время в том же Изрище создана лесопилка частными лицами, которая сегодня уже трудоустроена порядка 10 человек. Если мы говорим сегодня про Освею, на которой начнём работать, я думаю, что в следующем году будет открыт небольшой цех по переработке рыбы и мяса, на котором будет трудоустроено порядка 15-20 человек. То есть работа также ведётся. Здесь происходят инвесторы, приводим в порядок, стараемся продавать какие-то производственные здания, ну и, конечно, привлекать сюда и инвестиции, чтобы они приходили для создания рабочих мест. Чтобы не просто вдохнуть сюда жизнь, чтобы не просто создать инфраструктуру, самое важное, чтобы здесь была молодёжь. Там, где будет сегодня молодёжь, для кого будут создавать рабочие места, для них, в принципе, тогда вот нужно будет понадобиться и школы, и детские садики, и учреждения культуры. И, слава Богу, пока мы видим, действительно, что в этом развитии население данных населённых пунктов действительно с огромным удовольствием поддерживает эту программу, и самое важное, что сами подключают её реализацию. На сайте телерадиокомпании «Витебск» втв.бай можно знайсти о пытанне по темах нашей передачи. На этот раз мы спытали, у яким накерунку, на ваш погляд, повинны развиваться малые населённые пункты в области. Отказы зараз на ваших экранах. На сайте можно покинуть пропонову по теме, которую вы лечите метазгодным, узнять у одной из наших наступных передач. На электронный адрес мы таксама примаем пытанне до отказных службовых особ по теме, якая вас наибольшь хвалюе. Гэта была программа «Абъективна», в которой мы спрабуем разобраться у проблеме «Абъективна». Бывайте здоровы! Продолжение следует...